Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Архы снова встречает гостей. Туристы из разных уголков спешат в горы, чтобы изведать новые тропы. Безопасность несовершеннолетних и травматизм на дорогах – это темы круглого стола, которую обсуждали сотрудники ГИБДД в Карачаевске. Машук состоится онлайн. Заявок от Карачаево-Черкесии 360, как идет подготовка, в репортаже Вестей. В новый учебный год с новой площадкой в Тиберде строится универсальная спортивная площадка. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов объявил 31 июля праздник Курбан-Байрам нерабочим днем. Органам местного самоуправления, администрациям, предприятиям и организациям различных форум собственности необходимо организовать работу в этот день с учетом реальных возможностей обеспечения занятости. Работа в этот день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Походная романтика Архыза под жарким южным солнцем стала еще ощутимее. После месяцев ожидания снятия ограничений, туристы снова вышли на тропу приключений с огромным желанием успеть отдохнуть на склонах Архыза в тени вековых сосен. Или подняться на вершину, путь выбирает каждый по вкусу. Кто на своих двоих с рюкзаком за спиной, а кто в уютных кабинах подъемников. С теми и другими пообщалась Фатима Даурова. Поселок Романтик встретил нас с очень романтичной погодой. Вы видите сзади меня грозовой фронт, а спереди солнышко освещает склоны Кавказского хребта. Тем не менее, туристы не прекращают свой поток. Вы видите, какое количество туристов сейчас находится на этом курорте. Канадки работают, кафешки открылись, хачаны жарятся. Так что добро пожаловать! Эта группа туристов представляет собой сборную России. Любители активного летнего отдыха из разных уголков страны выбрали пеший маршрут по склонам Архыза. Несколько дней они добирались к романтику, пройдя километры горных троп. Мы идем шестой день из Архыза через водопады, через перевалы. Сегодня прошли километров 12-13, еще 8 пройдем и ляжем спать в палатке. Пейзажи просто чудесные. Идем, радуемся все, устаем, но все равно серотонин поступает в мозг, и мы счастливы. Откуда вы? Я из Москвы. А давайте города. Белгород. Саратов. Можга. Москва. Королев. Привет! Почти весь атлас России представлен летом в родном уголке Архызе. Туристы давно ждали официального открытия курорта после снятия ограничений. Можно сказать, сидели на рюкзаках и ожидали сигнал одобрения. И вот курорт открыт и возобновил свою работу в полном объеме. И вот на сегодняшний день, с первого дня, конечно, было поменьше людей, но на сегодняшний день, уже двухатные дни, у нас около тысячи туристов в день. Работает у нас в эксплуатном варианте одноканатная дорога гондонного типа. Это у нас связано с обзорными площадками, плюс экотропы, парапланы. И также у нас связано это и с филотрассой. В новом летнем сезоне курорт делает упор на развитие индивидуального туризма. Разработаны пешие походы по горным склонам для групп. И самый ожидаемый туристами поход – это легендарный советский маршрут от Архыза до Красной Поляны, рассчитанный на 8 дней. Уникальность Архыза в том, что он способен удовлетворить запросы как заядлого туриста, так и того, кто впервые приехал в горы. Здесь каждый находит вид отдыха по своим предпочтениям. Живем рядом, но крайне редко бываем здесь. И вот сегодня впервые приехали в такой, можно сказать, новострой архызский. Но масштабы поражают, просто поражают. Восхищает все. Конечно, строение, сохранена природа, ландшафт сохранен. Поэтому очень нравится, очень нравится, мое восхищение и восторг. А у вас какие впечатления? Что вам больше всего запомнилось? Воздух. Воздух вообще, пьешь его просто. Очень красиво. Нравится. И вот идешь, прям и не жарко. Ну и от нашей жары тут прям очень хорошо. И уже здесь, на самом верху, помимо созерцания живой природы, можно насладиться другим видом искусства. Это фотовыставка, которая представлена разными фотографиями с разных уголков Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии. И представлен весь Северный Кавказ. А вот на этой стене любители граффити разрисовали так, что как они видят нашу родную Карачаево-Черкесию. Начиная со сноуборда, обсерватория, наша горяночка. Кто как видит. Курорт развивается. Идет активная стройка новых канатных дорог и горнолыжных трасс. Совершенствуется сервис. Круглый год романтик готов принимать гостей. А какая пора подходит для лучшего отдыха, выбирает сам турист. Фатима Даурова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Архиз. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4415. Из них 3079 человек выздоровели. В COVID-госпиталях проходит лечение 102 пациента. Позаботиться о самом важном, о жизни и здоровье своих детей призывают полицейские. В Карачаевске сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами ПДН и активистами общественного совета при муниципальном отделе внутренних дел Карачаевский обсудили вопросы организации безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. Ахмат Халкечев продолжит. Основной вопрос круглого стола, как воздействовать на несовершеннолетних детей, которые нарушают правила безопасности дорожного движения. Участники встречи озвучили статистику первого полугодия этого года. Так, за отчетный период на территории Карачаевского городского округа и в районе произошло 216 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 11 человек, 44 получили ранения. 22 пострадавших из общего числа, к сожалению, дети. Самое печальное в том, что за сухими цифрами статистики стоят человеческие жизни, сломанные судьбы и, главное, здоровье. Нарушать правила дорожного движения людям легко. И вот хотелось бы цель мероприятия донести родителям, что мы можем обеспечить знания на теории, то есть побеседовать с детьми, объяснить, показать. А родители должны уже показывать это на примере. Проблема заключается в простом холодном отношении к требованиям ПДД, заявила специалист управления образования Карачаевского городского округа Эрика Алиева. Она также добавила, что нередки случаи, когда родители переходят дорогу в неположенном месте или того хуже, доверяя управлению автомобилем несовершеннолетнему ребёнку, пренебрегают безопасностью не только своих детей, но и других участников дорожного движения. Со мной можно и со мной ничего не будет. И за счёт этого, естественно, дети считают, что раз можно родителям, можно и им. Если несовершеннолетний ребёнок садится за руль автомобиля, то это влечёт за собой административное правонарушение. А родители в данном случае могут быть привлечены за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. А несовершеннолетнего гражданина поставят на учёт. В целях профилактики специалисты предложили усилить контроль за нерадивыми родителями, чтобы статистика детского травматизма стала ниже. Наша задача не то, чтобы наказать родителей несовершеннолетних, а наша задача донести до каждого, чтобы обезопасить людей несовершеннолетних. Чтобы каждый человек понял, что эта беда может случиться с каждым. Ахмад Халхичев, Алий Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду и порывы до 18. Температура ночью 12-17, а днём 22-27. Местами сильный дождь с грозой и градом, а в горах ночью 5-10, днём 13-18. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью порывы до 15-18. Температура ночью 15-17, днём 25-27 градусов тепла. Продолжаем выпуск. 360, именно столько заявок было подано от Карачаево-Черкесии на онлайн-форум «Машук-2020». Как идёт подготовка к форуму в Карачаево-Черкесии, расскажет Руслан Джукаев. Завершилась регистрация на молодёжный форум «Машук». В этом году он пройдёт в необычном режиме онлайн, но, несмотря на это, количество желающих поучаствовать в форуме меньше не стало. От нашей республики на форум зарегистрировалось свыше 360 человек. Самым главным, наверное, плюсом вот этого онлайн-опыта нашего заключается в том, что нет ограничений. То есть любое количество участников может принять участие в форуме. То есть мы можем заявиться на форум, сверх квоты, и любой желающий может принять участие. Даже те люди, у которых до этого не было возможности поехать на «Машук» на оффлайн-евую версию, в этом году у всех участников появляется такая возможность. Также это отличная возможность для людей с ограниченными возможностями. Из успешного опыта прошлогоднего «Машука», где было проведено три смены, форум принял у себя 3000 участников. В этом году организаторы решили повторить этот формат. У нас три смены в этом году. Первая смена называется «Глобальные вызовы», вторая – «Национальный код», и третья смена называется «Мастерская сообщества». Соответственно, и образовательная программа форума делится на направления. То есть там много разных направлений. Любой желающий может найти себе, скажем так, куржок по интересам. То есть это и добровольчество, это культура и творчество, это спорт, зоштуризм, это и IT, там какие-то направления связанные с высокими технологиями. Форум «Машук» для участников ассоциируется с Комсомольской поляной, где проходят вечерние мероприятия, образовательная программа и, конечно же, защита проектов. В целом это не изменится, разве что поляна будет в онлайн-формате. Не знаю даже чего ждать, но в прошлый раз, когда это было по-настоящему, сама атмосфера, живя в палатке, проходя все эти курсы интересные, интересные площадки, было просто замечательно. Надеюсь, этот опыт тоже будет неплохим и мы получим как можно больше интересной информации. Также можно подметить, что очень удобно оставаться на месте. В этот раз не надо будет никуда выезжать. Это значит, можно даже не выходя из дома, защищать свой проект, посещать интересные площадки, а также снова познакомиться с интересными людьми. Также по традиции будут проводиться предмашуки. Это мероприятие позволяет участникам получить консультацию по своему проекту от экспертов Росмолодежи. Руслан Жукаев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Умеренные физические нагрузки, залог здоровья и чтобы быть в хорошей физической форме, необходимо только побороть свою лень. В Тиберде за последние два года строится уже вторая современная универсальная спортивная площадка. Из города-курорта репортаж Аллы Динаевой. В северном микрорайоне Тиберды на территории первой школы, которая носит имя просветителя и художника князя Исламбея Крымшамхалова по федеральной программе развития физической культуры и спорта, строится современная спортивная площадка. Это самый густонаселенный микрорайон живописного города. А комфортного места для занятий различными видами спорта для жителей здесь не было. А сейчас горожане наблюдают за ходом строительных работ спортивного объекта. Мы ждем с нетерпением открытия этой площадки. Очень большое, благое дело. А одна площадка у вас есть уже в Тиберде, да? У нас, да, в районе Поляны, в районе средней школы номер два, там открыли площадку в том году, большое поле. Там одна часть детей собирается здесь, другая будет часть детей собираться. Расскажи, сколько тебе лет и ты любишь футбол? Я люблю футбол, мне 4 года. А вот здесь будет площадка, будешь приходить играть? Да. Да, какой ты молодец. А кто из футболистов тебе нравится по телевизору? Вот ты смотришь чемпионаты мира по футболу? Нет, не смотрю. Ты играешь, да, пока сам? Да. Какой ты молодец. 30 на 60 метров площадь строящейся универсальной спортивной площадки. Основание уже готово, а сверху покроют резиновой стружкой, рассказывает глава Тиберды Аслан Канаматов. Строителям еще предстоит провести освещение, построить ограждения, установить спортивные элементы, футбольные ворота, баскетбольные щиты, волейбольные столбы. На которой будет у нас, значит, футбольное поле, волейбольное поле и баскетбольное поле. Строительство данной площадки началось недавно, это в начале июня. Но в связи с пандемией нам чуть-чуть пришлось приостановить работу. К концу августа планируют создать. И уже к началу нового учебного года для учащихся первой школы Тиберды будут созданы комфортные условия для проведения урока физической культуры. И, возможно, эта площадка станет излюбленным местом для горожан, ведущих здоровый образ жизни. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия, Тиберда. Сегодня в полдень, ровно в полдень во всех храмах и монастырях России прозвенел колокольный звон. Он ознаменован в День Крещения Руси, который празднуется сегодня. В православном церковном календаре это День памяти князя Владимира, крестителя Руси. Данная акция – часть праздничной программы в честь Дня Крещения Руси. Однако в этом году из-за пандемии торжественные богослужения с участием большого количества православных верующих не проводились. Это все вести, а прямо сейчас продолжение сериала «Ласточка». «Ласточка». Субтитры подогнал «Симон»